В приемной президента губернатор Андрей Никитин провел личный прием новгородцев, которые обратились к нему с различными вопросами. Пенсионерка из Старой Руссы Людмила Ходокова обеспокоена тем, что в микрорайоне Егорьевщина, которая активно застраивается многоквартирными и частными домами, совсем не осталась зон отдыха. Глава района заверил, проект такой площадки уже есть. На него предусмотрено 13 миллионов рублей. Это будет зона тихого отдыха с скамейками-клумбами, это будут спортивные территории, детские площадки, озеленение, освещение. Поэтому в полном современном восприятии для жителей прилегающих домов и общего пользования частных секторов, плюс тропиночная сеть, которая позволит из многоквартирных домов и частного сектора подойти. Вот такая комплексность за 13 миллионов мы сделаем. Людмила, устраивает? Устраивает. А в деревне Ивантеева Валдайского района самым востребованным местом отдыха остается дом культуры. Однако здание давно не видело ремонта. С этой проблемой к губернатору обратилась жительница деревни Елена Борисова. Как итог, работы будут выполнены до конца будущего года. Наталья Жердина из Чудова попросила содействия губернатора в переселении из ветхого жилья, в котором живут еще 8 ее соседей. У меня должно государство отремонтировать дом, аварийный дом, 60 тысяч, а куда-то они исчезли. Я в опеку попечительница приходила, нету деньги, говорят. Потом я с мужем познакомилась, и он мне отремонтировал этот барак. А в этом бараке, этому бараку 1895 год. А в этом бараке невозможно жить, ему 126 лет. Невозможно, потому что там сырость, люди болеют. Дом, расположенный в центре города, признан аварийным еще в 2012 году и подлежит сносу. Расселить его планировали в 2023, но сроки программы расселения сдвинулись. Аукцион уже объявлен, квартиры для жильцов будут приобретаться на вторичном рынке, после чего Наталье предоставят жилье по договору социального найма. Еще одно обращение поступило из Хвойной. Районной больнице очень нужен новый аппарат УЗИ. Его региональный Минздрав закупит не позднее 15 декабря в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.